Здравствуйте! Это программа «Живи спортом» и с вами ее ведущая Елена Цыганова. Сегодня у меня в гостях Антон Харчистов, руководитель детской футбольной школы «Квадрат». Здравствуйте! Здравствуйте! Антон, настроение ваше какое? Рассказывайте. Ну, отлично. Вы в период самоизоляции, первый раз его нарушил на самом деле. Так, очень хорошее. Спасибо вам огромное. Ну, вы на самом деле не нарушили, а наоборот, вы готовы с нами поделиться тем, как вы занимаетесь со своими воспитанниками вот в этот период, потому что на дистанционное обучение перешли все, и вы в том числе, правильно? Да, мы отправляем домашние задания нашим воспитанникам, они его дома выполняют, и уже тренеры дают обратную связь на это. Достаточно интересно получилось, мы ждали чего-то непонятного, а сейчас дети вовлечены в процесс. То есть они придут на тренировки потом не... ну, как будто они пропали на два месяца, а хотя бы что-то делали. Это очень хорошо. А вот интересно, уроки записывает тренер каким образом? Или задания дают в письменном виде, или же он им показывает? Нет, мы записываем видео, ну, то есть у нас есть методист, который все это подготовил, он нам записывает видео, а мы отправляем уже родителям. То есть родители, если дети взрослые, то родители прям сразу передают ребенку, ребенок выполняет, по сути, получается, один на один с методистом. А если дети маленькие, то сначала смотрят родители, стоят рядом с своими детьми и уже там под музыку. Совместно? Да, это самое главное. Если выполняет ребенок и папа, или мама, то коэффициент полезного действия. Там есть видео, например, даже где ребенок бежит просто и смотрит рядом на папу, он тоже делает, и он начинает еще лучше. То есть это прям очень сильно влияет. Но бежит этот бег на месте? Да, конечно, в квартире, рядом диван стоит, телевизор. Ох, огошеньки, вот, наверное, соседям-то не повезло этот опыт. Или же там стелется какой-то, вы рекомендуете постелить коврик? Рекомендуем. И это правильно, потому что о соседях тоже нужно думать. Но, на самом деле, наверное, такого эффекта результата не будет, нежели ребенок приходит в зал, либо на поле. Но, тем не менее, это выход, да, в сложившейся ситуации? Ну, конечно, футбол, она вообще больше коллективная игра, то есть там нужно взаимодействие какое-то, нужен размах, то есть ребенку нужно разбежаться. Но здесь стараемся сделать упор на индивидуальные качества. То есть на чувство владения мячом, вот такие вот, не, скажем так, без разбега, без пасов, без такого, а именно вот с мячом индивидуально. Чтобы ребенок научился, например, набивать, то есть попробовать подкинуть, набить. Но для пятилетнего научиться набивать это уже что-то. Ну, пятилетние, это, наверное, те, которые только входят еще, начинают. У нас начинают заниматься с трех лет, но три-четыре года, это в основном такая группа подготовки. Наверное, вообще физическая, скорее всего, да? Да, но они играют много игр, у них вообще привить любовь к футболу. То есть у них все игры с мячом. Они приходят и должны полюбить футбол. То есть у них должно с самого детства отложиться в памяти, что тренер он хороший, ходить на футбол классно, и потом уже они приходят, когда в пять, шесть, семь лет, они любят этот вид спорта. И то есть они потом уже всю жизнь будут в него играть. Ну, такая вот история. Да, это правда, знаю по своему сыну. Антон, ну вот вы сказали, что вы даете задание с мячом в домашних условиях. Все-таки, наверное, здесь тоже учитывается, чтобы не сильно бить по мячу, не сильно бить мячом о стены, потому что здесь и посуда может пострадать в том числе. Ну, конечно, ну, а аккуратно. То есть в любом случае еще не было ни разу такого прецедента, чтобы что-то разбило ребенок или что-то такое. Не все родители используют прям сильно настоящий футбольный мяч тяжелый. Кто-то берет такие легкие резиновые мячики, кто-то, я видел это, и такие, как подушка, они просто круглые. То есть тут вопрос в том, чтобы он выполнял движение на мяче, например, поставил ножку на мяч и двигает вперед, назад, вправо, влево. А бить его не надо. А вот сколько приблизительно длится вот такой урок, видео урок? Ну, минут 20. Минут 20. То есть мы снимаем, не 20 минут мы отправляем видео, мы снимаем, говорим, вот упражнение, его нужно сделать вот столько, вот столько отдыхает, потом вот столько и повторяем его. То есть он у нас выходит видео, там, 2-3-4 минуты максимум, а ребенок уже выполняет дома 20. А нам присылает вырезку, как у него получилось. То есть, например, он отработал одно упражнение и конечный результат нам присылает. Так, соответственно, несколько упражнений. Ну, это как раз, наверное, пример того, что вы нам прислали, да, на видео разминочка, потом дали какие-то необходимые упражнения, такие вот, ну, не знаю, подскоки или прыжки. Мы вам прислали на видео вообще ОФП, это может заниматься любой человек дома, да, здесь футбол кардинально другое. Это зарядка, ну, зарядка и тренировка дома. Например, мы все сидим уже сколько, 2 недели, то есть еще неизвестно, сколько будем сидеть, и двигательной активности не хватает, ну, прям очень заметно. И встать, размяться тоже 20 минут максимум, обычные упражнения, то есть там нужно 2 на 2 квадрата, это для обычного человека. Много места не нужно, и даже подручивать. А вот эта вот разминка, вот эта вот так называемая зарядочка, наша физзарядка, она как раз и способствует тому, чтобы мы все-таки мышцы приводили хотя бы в небольшой, но тонус. Ну, конечно, мышцы, кровь разогнали, настроение улучшилось, то есть уже совсем по-другому переносится. Кислород такой побежал, да? Да, 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 эндорфин. Антон, ну, вы нам теперь расскажите, пожалуйста, про ваших воспитанников, со скольки лет до скольки, сколько у вас воспитанников, где вы в Раменском занимаетесь, в Быково, я слышала, вы даже, да, у вас есть отделение? Да, есть в Быково, в Раменском мы базируемся на территории школы, это 23-й гимназия города Раменского, а в Быково, в 15-й школе, порядка 100, ну, 120, наверное, в Раменске у воспитанников от 3 до 12 лет. Как-то так. А вы вот прежде вывозили своих воспитанников на соревнования какие-то, выезжали наверняка, и есть уже какие-то достижения? Ну, мы участвовали в начале года учебного, это вот в октябре, если не ошибаюсь, в ноябре, на турнире «Капелька России», который проходит на стадионе «Красное знамя», два раза, два раза заняли второе место. Ну, это прекрасный результат. Да, ну, это последние такие, потом начался карантин. А так мы в основном стараемся проводить турниры внутренние, то есть наши внутренние дети, они участвуют между собой, соревнуются. То есть для детей от 3 до 6 лет мы больше устраиваем такие спортивные праздники, то есть в формате где-то эстафеты с футбольными элементами. И чтобы каждому вручить медаль, чтобы, опять же, они полюбили футбол с самого детства, чтобы он домой приходил, у него была медаль, независимо от того, прибежал он первый или последний. Но вот эта вот любовь к футболу, в том числе и к спорту, она важна особенно мальчикам, правда? Ну, мальчикам и девочкам без разницы. Нет, девочкам-то понятно, но мальчикам она особенно нужна. Ну, конечно, именно привить любовь к спорту. Если вы прививаете любовь к спорту с самого детства, то тогда ребенку, ну, вообще, в принципе, по жизни просто, потому что для него не в тягость, например, пойти в спортзал, соответственно, держать себя в хорошей форме. Тот, кто держит себя в хорошей форме, чувствует себя хорошо, то есть он здоровый, он может спокойно общаться, уверенный в себе человек, это очень важно. Мальчик, девочка, мне кажется, это не играет роль. Вы знаете, я соглашусь с вами, и на ваших страницах в соцсетях я прочитала мудрые высказывания и такие итоги, наверное, для родителей, что именно родители должны непременно поддерживать ребенка и ни в коем случае не критиковать. Я с этим абсолютно согласна. Да. Ну, знаете, как мы считаем, что мы с родителем, в принципе, в одной лодке. То есть не получится, если мы будем что-то одни делать, а родители будут где-то в стороне стоять, ничего не получится. Если родители тоже одни будут говорить, давай, футбол, это круто, мы должны в симбиозе работать. То есть мы, так и всегда и получается, у нас приходит новый ребенок, мы сразу объясняем, что мы будем делать вот так вот, давайте, помогите нам. То есть у нас тренеры держат связь с родителями, каждый раз мы проводим собрание, то есть он рассказывает, как лучше, как где, где поддержать, где стоит надавить. Если ребенок, например, постоянно что-то не хочет идти на тренировку, где-то стоит надавить, что тебе нужно, объяснить, зачем это. То есть в работе, работаю все время. Мы работаем и с детьми, и с родителями, на самом деле, то есть там 70 на 30. И с родителями достаточно, но это тоже очень интересно, потому что сейчас пошли родители, которые заинтересованы в развитии своих детей. То есть очень заинтересованы, вот так вот. Они прямо идут на контакт, это хорошо. Главное, что они слышат вас, да, и прислушиваются к вам. Потому что, насколько я знаю, тренер очень любит, когда, особенно во время уже игр, где-то вот с соперниками, да, с командой соперников, когда встречаются на поле, родители начинают кричать, подсказывать своим детям. Я знаю, что тренер в этом занимает очень категоричную позицию и говорит, «Тренер, я, а вы, ваша задача поддерживать болеть за своих детей». Так ли это? Идеально, да. Вот вы прямо правильно сказали, тренер я, а ваша задача поддерживать болеть. То есть если вы кричите, «Молодец, давай, мы в тебя верим», то это круто. А если вы говорите, «Беги туда», то это неправильно. Нет, так не надо делать. Вот именно, ну, вы знаете, родители тоже в пылу, в таком вазарте, они тоже начинают подсказывать детям, причем не только своему ребенку, но вообще в целом. Знают уже своих игроков команды, где участвует их ребенок, и поэтому начинают, там, «Артем, беги туда», там. Ну, в этот момент дети просто теряются, на самом деле. Они просто, они, у них авторитет. То есть есть авторитет тренера, я себе авторитет возьму папу, например. И если папа выше по авторитету, он побежит туда, куда скал папу, но туда неправильно. Ну, то есть тренер знает, у него есть какая-то стратегия, тактика, заранее подготовленная. И нужно слушать тренера. А если еще и папа показывает, что он слушает тренера, например, папа где-то подошел после тренировки, поговорил с тренером, потом подошел к сыну и сказал, что вот так и так, мне сказали, вот так лучше, то и сам ребенок, он будет на тренера смотреть и слушать его, ну, прям беспрекословно. И тренер всегда найдет время и желание поговорить с родителями. Конечно, да, у нас именно заложено такое время. То есть старший тренер, на тренировке два тренера, старший и младший. Старший тренер всегда после тренировки 10-15 минут уделяет именно поговорить с родителями. Антон, а бывает такая ситуация, когда родители, именно родители хотят, чтобы ребенок их занимался вот конкретно футболом, но ребенок такого желания не проявляет. Вот ваше мнение по этому поводу. Ну, если ребенок не хочет, то зачем его заставлять? Но родитель-то хочет, и вы знаете, бывает зачастую так, что это такое вот желание, которое осталось с детства у самого родителя, вы наверняка слышали об этом тоже. И поэтому ему бы важно, чтобы его сын именно занимался футболом. Я считаю, что его не нужно. Хочут родители, да. Это не реализованные какие-то мечты родителя. То есть у нас много занимаются детей. Например, папа, вот прям пример. Папа боксер, он говорит, я не понимаю, почему ему нравится этот мяч. Я же боксер. То есть это нормально. А если... Ну, вообще, это достаточно редко. Если пример дает родитель, что вот это классно, футбол, там они вместе смотрят, то ребенок сам его начинает любить. А если... Ну, значит, это просто не его, если ему не нравится. А вот бывает приходит... Согласна. А бывает приходят дети, у которых не получается, но они очень хотят. Ой, вот это вообще крутая история. Это идеальный вариант почти. Нет, ну не то, что идеальный вариант, а за год работы у нас накопилось много историй, когда, например, ребенок приходит, и он никогда не занимался физкультурой даже в школе. Он просто туда не ходил. Не любил? Да, не нравится. И тут он прям за полгода вырастает. Горит. Он вырастает в физическом плане, то есть он вытягивается такой, становится более плотный. То есть мама тоже в шоке смотрит, что происходит. И он начинает на уроки ходить, он становится в классе, понимаете, он тоже чуть-чуть у него самооценка растет. Ну, не чуть-чуть, а прям растет. Вообще растет. Потому что, да, он нравится девочкам. Приобретает уверенность. Потому что он становится, да, ну, таким мужчиной. Подтянутым. Мужчиной, да, уже таким. И это очень влияет. Ну, самое же главное, это труд. Если он приходит, упертый ребенок, готов работать, то им там уже дорога вверх. Да. А еще футбол это командная игра. И вот бывают такие вот прям многие единоличники, которым вот важно вот самому, которые не умеют пасовать и не хотят пасовать. Вот с такими посложнее, пожалуй, будет. И вот командная игра, она нас как раз учит тому, что все, в общем-то, любая работа, она будет в дальнейшем состоять вот именно исходить из того, что это команда. Ну, да. Ну, вообще, в принципе, это работа на команду. Это не обязательно, может быть, тренировки. Например, это вывезти куда-нибудь детей, там, я не знаю, посмотреть фильм всем вместе, вывезти на какую-нибудь экскурсию, проводить вне тренировочные мероприятия. Например, у нас иногда мы приглашаем врачей, которые проводят у нас лекции для детей. О, это интересно детям слушать лекции врачей? Ну, во-первых, им надо это. Ну, то есть это, например, врач Уролок у нас проводил. Ну, да, это для детей старшего возраста. То есть нам там все и гигиена, наверное, больше. Да, мы заметили такую вещь, что дети не переодеваются. То есть он вечером одевает наверх на шорты, в которых тренировался штаны, и выходит зимой. И, ну, мы говорили, говорили, давайте переодевайтесь, но им, они же это, хорошо, говорит. Они кивают головой, но делают посуду. Да, 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 да. И мы решили, ну, чтобы он рассказал. Он пришел, рассказал, то есть, ну, смотрим, вроде переодеваются. То есть они в этот момент, то есть сзади тренеры сидят, они тоже послушали. А в этот момент дети что-то пошутили там друг над другом. Они коммуницируют между собой. И, соответственно, потом уже на поле общаются, то есть разговаривают. И это очень важно. И тогда ему не захочется не дать пас другу. Вот я бы так очень грубо, если сказать. То есть у него друзья в команде. Зачем ему как-то от них стараться? Да, еще ведь абсолютно разные дети и по характеру, и по темпераменту, и вообще, и по своим стремлениям, наверное. Ну, и за исключением футбола, правильно? Ведь одному нравится одно, другому другое. А здесь как раз и приходится подстраиваться в какой-то степени. И, в том числе, вы правильно сказали, что в школе они себя, в классе, в частности, начинают себя по-другому чувствовать и вести. Потому что они учатся как раз посредством вот этих тренировок, игр, посредством того, что нужно дать пас правильно, а кто-то даст себе. И будет зависеть результат. Ну да, командная работа. Учатся общаться со сверстниками, учатся дружить. Я бы даже так это назвал. А еще учителя заметили и прослеживают такую тенденцию, что те, кто занимается спортом, они и учиться начинают лучше. Ну, это дисциплина, конечно. Спорт, то есть, хочется полежать на диване, например, но ты знаешь, что у тебя тренировка через час, ты все равно встаешь и идешь. Независимо от того, хочешь ты, не хочешь. Так же и с уроками получается. Если тебе нужно делать, ты делаешь. Приходишь в класс, потом рассказываешь, тебя хвалят, говорят, молодец. И в спорте то же самое. Ты идешь на тренировку, тренируешься, тренируешься, потом выигрываешь, и как бы ты молодец. Это похоже. Просто работа разная. Здесь физическая, здесь умственная. Но при этом в спорте-то она умственная начинается потом уже, когда до определенного уровня доходит спортсмен, дальше уже найдет умственная. Например, футбол – это тактическая игра. Стратегическая даже я бы назвал. То есть и тренер, когда он рисует тактику перед матчем, нужно подумать, чтобы ее понять. Нужно подумать, куда побежать. Все это быстро, чтобы симбиоз был именно в физических действиях. Ну да, это все верно. И вот, и еще ведь, смотрите, здесь, если выиграли, то выиграла команда, если проиграли, то проиграла команда. Правда? Потому что результат зависит вот как раз от этого взаимодействия, от этой слаженности. Но и все время побеждать, наверное, тоже не есть хорошо, потому что есть некий такой момент зазнайства у детей. И, наверное, в принципе, невозможно быть все время так, наверху, турнирные таблицы. Но я не слышал, чтобы кто-то за всю историю спорта все время был первым. Такого не бывает. Ну, по-любому, да, вы правильно сказали, он где-то, ну, можно сказать, назазнайство, а где-то, я бы назвал это, что человек расслабляется просто. Ну, что я и так первый. Буду почивать на лаврах. Но такого не бывает. То есть все время где-то есть второй, который хочет быть первым, еще сильнее, и все такое. Антон, почему футбол? Вот чем хороший футбол? Давайте вот мы сейчас расскажем нашим телезрителям, в чем хорош футбол, в чем его преимущество, преимущество над остальными дисциплинами. Знаете, мы так всегда часто общаемся на тему, ну, почему футбол? Футбол, во-первых, это самый популярный вид спорта, он самый простой, ничего не нужно. Нужно, грубо говоря, два дерева и мячик, чтобы в него играть. Импровизированные ворота. Да, импровизированные ворота, как у всех детства, и мячик. То есть футбол играет во всем мире. Это достаточно тактическая игра, она задействована во всем. Именно все навыки нужны в ней, координация, понимание игры, то есть быстрота, сила, все это там именно нужно. Она очень зрелищная, то есть игра ногами, это достаточно сложно. Красиво, да. Ну и самое главное, наверное, это все-таки, оно развивает в человеке вот эти качества. Именно голову, тактику, коммуницирование с другими людьми. То есть поэтому это людям нравится. Думать, заставляет думать. Заставляет общаться даже. Ребенок, когда приходит, допустим, ну футбол это, футбол любят. Соответственно, футбол любят все. Ну то есть они, по крайней мере, все знают, что он популярный. Когда ребенок приходит, и он футболист, к нему уже немножко другое отношение. То есть на подсознательном уровне. Он хорошо играет. Когда у нас в каждой есть школе, ну в принципе везде, наверное, в каждом коллективе есть такая футбольная команда. Когда человек играет за футбольную команду, за сборную, он уже где-то на чуточку выше. В совершенно ином уровне. Да, выглядит. Когда он, ну соответственно, у него уже самооценка выше. Человек сам себя по-другому ведет. Ребенок уже ходит по-другому. Девочкам нравится уже. Ну футбол это просто такая игра. И зрелищная, и красивая. В Англии триллерия. И азартная. Да, да, да. Ну то есть все любят футбол. Антон, спасибо вам огромное. Дело в том, что время нашей беседы незаметно, но подходит к завершению. Все-таки вы наверняка общаетесь со своими воспитанниками. И сейчас такое время, когда важно оставаться дома. Что вы им говорите? Вот будьте любезны, сейчас можете обратиться к ним. Вновь с призывом. С какими-то пожеланиями. Давайте будем соблюдать режимы самоизоляции. Тогда просто мы быстрее победим эту заразу. И уже вернемся к тренировкам, вернемся к турнирам. У нас очень много планов по возвращению. Давайте соблюдать. И тогда все круто будет. И еще вы ждете, наверняка, да, вот этой встречи со своими воспитанниками? Конечно, конечно, очень сильно. Наверняка у вас уже готовы какие-то идеи, как вы продолжите, как только завершится вот этот вот период. Сразу приступите к тренировкам, наверняка куча планов. По плану у нас первый прямо это проведение турнира, сразу внутреннего, чтобы чуть-чуть разбегались, можно так это назвать. Прямо мы уже сообщили об этом родителям, мы уже сказали детям, что только по выходу прям сразу проведем. Ну, недельку дадим, чтобы чуть-чуть это все походили, а потом уже, чтобы прямо уснул в кровати с медалью в руках. Вот так вот. Да, это они любят, это точно. Антон, успехов вам, вашим воспитанникам. Пусть к вам приходят талантливые дети, а вы, в свою очередь, будете видеть в каждом из них личность. Да, спасибо большое. Спасибо и вам, дорогие телезрители, за то, что вы были это время с нами. И мы напоминаем, важно оставаться дома, вместе мы справимся. Будьте здоровы, до свидания, всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин